Всем привет, дорогие друзья! С вами Мария, а кто ещё с вами может быть? И сегодня я бы хотела поговорить на тему осознанных сновидений, осознанных снов. Ну, я буду говорить свои мысли, чисто как я всё это представляю, как я думаю. Ну, в принципе, все как бы факты по этой теме, они на самом деле довольно субъективные и связаны с каким-то опытом конкретного человека, поэтому вот. Ну, субъективность, объективность субъективности, субъективность в объективности такая фигня, знаете? Когда субъективные чувства, по сути, являются объективной достаточно хернёй в каком-то смысле. В первую очередь хочется сказать, что, ну, как мне кажется, если вам часто достаточно снятся сны, то сны делятся на некоторые такие виды, я не знаю, как это назвать. То есть есть, допустим, сны, где события повторяются, и чаще всего это примерно одно и то же место. Иногда это бывают какие-то триллеры или кошмары, то есть вот что-то такое, где есть какой-то страх, где есть какая-то паника, где есть какое-то переживание, какие-то сильные эмоции. Может быть, это даже какие-то позитивные сны, но в моём случае это в основном что-то пугающее. Потом есть сны, где, опять же, какой-то есть повтор каких-то эмоций, каких-то чувств, есть какие-то похожие штуки, но при этом места, люди и прочее могут меняться. То есть, допустим, тебе снится, что ты выступаешь на сцене, да, но вот один раз ты выступал, там тебе снилось то, что ты на стадионе, другой раз там ты в школе своей, в третий раз там ещё где-то. То есть разные места и немножко разные как бы события, разные выступления, может быть, даже где-то ты поёшь, а где-то там зачитываешь стихи, а где-то там ещё что-то. То есть немножко по-разному, но при этом эмоции примерно одинаковые, хотя они могут как бы перетекать одни в другие. Есть сны просто в набор какой-то рандомной непонятной хинеи, да, как такие шутки мозга. Есть сны, которые снятся, как бы, ну, иногда тебе снятся какие-то места, которые в реальности не существуют. Вот у меня, допустим, есть в голове карта города моего, и причём эта карта, она отличается от реального города, то есть там есть такие места, которых нет в реальности, но она такая достаточно продуманная, и она, ну, практически статичная. То есть там немножко как-то бывает по-разному всё выглядит, от сна ко сну, вот. Но при этом, в принципе, примерно, вот, допустим, где-то там есть там горы, которых нет, где-то там есть какие-то дома, которых нет, где-то там остановка, которой нет, и там автобусы не ходят вообще в реальности. И вот такие моменты. Есть сны такие, допустим, когда тебе снится что-то, что имеет смысл, я не знаю, то есть какая-то эмоция, которую ты испытывал когда-то, или сейчас ты что-то переживаешь, но тебе снится это как-то вот так вот единожды. Вот. Мне недавно снился такой сон, я как бы не хочу, честно говоря, его рассказывать, но у меня была эмоция, которая как бы, ну, чувство, которое я в принципе, оно есть у меня внутри, но я как бы, я не думаю об этом просто. Вот. И мне вот это вот как раз-таки приснилось, вот это вот. И там даже дело было не столько в происходящем, сколько именно вот в этом чувстве внутреннем. Вот. И есть, собственно, осознанные сны. Есть также ещё сны, где ты не думаешь, что это сон, то есть ты не понимаешь, что это сон, но при этом ты пытаешься что-то изменить, пытаешься как-то что-то делать, ты, возможно, даже придумаешь какие-то образы, создаёшь, или ты куда-то пытаешься мысленно перенестись, либо что-то ещё. И иногда ты можешь даже пытаться столкнуться со своим страхом, допустим, или с чем-то ещё, то есть ты пытаешься что-то такое преодолеть. Вот. Ну и осознанные сны, собственно. В моём случае мне... Я не знаю, с каких пор мне начали они сниться, но мне кажется, даже, возможно, в детстве пару раз что-то такое снилось. Но последние годы два-три, как бы, достаточно стабильно, я не знаю, они снятся... Ну, я не могу сказать, что часто, но я не могу сказать, что редко. То есть, ну, раз в месяц, раз в несколько месяцев, раз в несколько недель, ну, где-то так. Вот. Они бывают разные. То есть бывают моменты, когда я нахожусь где-то как-то, я пытаюсь придумывать каких-то персонажей, то есть людей, которых я знаю в реальности. Ну, или людей, неважно. Я пытаюсь создать их образ, пытаюсь как-то их создать, но не особо получается. Я думаю, это связано с тем, что мозг просто... В моём мозге не такой хороший, устоявшийся образ этого персонажа. Вот. Иногда я пытаюсь куда-то мысленно перенестись, иногда это получается, иногда нет. Иногда я фантазирую о чём-то, но это не только в осознанных снах бывает. Допустим, я представляю какую-то ситуацию, да, то есть мне снится то, что вот я в каком-то месте, но я представляю какое-то другое место. И потом получается так то, что я в это другое место переношусь как бы. То есть сначала я просто о нём фантазирую, там какие-то мысли какие-то есть, а потом это как бы становится уже реальностью некой во сне. Вот. Иногда бывает такое то, что я оказываюсь в какой-то темноте полнейшей, то есть чёрная просто, чернота вокруг, и я пытаюсь из неё выйти куда-то, в какое-то иное место попасть, то есть я пытаюсь представить какое-то место или ещё что-то. Иногда бывает чернота, ну, достаточно часто, при этом я слышу какие-то звуки или голоса. Иногда пару раз было то, что я слышала какой-то скрежет, какой-то шорох, что-то такое. Да, достаточно пугающее. Вот. Достаточно криповатое такое. Вот. Иногда бывают также сны. Опять же, они бывают как осознанные, так и неосознанные. Когда мне снится, что я именно нахожусь в том месте, где я в реальности нахожусь, то есть я лежу на кровати на своей, допустим, и я либо встаю, там что-нибудь делаю, либо я не встаю, а я как бы лежу, и такое, знаете, ощущение то, что... Ну, возможно, это какой-то полусон просто. Может быть, это и не связано с осознанностью. Не знаю, короче, но... Вот. Зачастую такие сны, в принципе... Ну, не зачастую, не знаю. Они, в принципе, похожи на фантазии, потому что на какие-то мечты, когда ты мечтаешь, когда ты фантазируешь, придумываешь что-то, потому что... Ну, только более ярче, конечно. Потому что ты зачастую действительно что-то пытаешься придумать. И, на мой взгляд, суть осознанных снов не только в том, что ты понимаешь, что ты спишь, но и в том, что ты пытаешься что-то сделать. То есть ты пытаешься куда-то... Куда-то выйти, ты пытаешься что-то узнать, ты пытаешься что-то найти. То есть у тебя есть какая-то цель. Как бы, вот. Как это происходит? Почему снятся осознанные сны? Ну, лично мне, как я думаю? Во-первых, я всегда, в принципе, анализирую свои сны. Я не веду какой-то дневник снов там или что-то ещё. Я не думаю там по три часа там, что мне там снилось, а почему. Но самые основные вещи, про которые я изначально говорила, то есть те сны, которые повторяются, они... Я знаю, почему мне снится большинство из них. Я знаю, что это значит. Я как бы... Бывает такое-то, что я либо думаю об этом после того, как проснёшься, но это как бы недолго происходит, то есть не часами там это всё анализирую там или что-то ещё. Вот. Либо, когда я кому-то что-то рассказываю, например, то бывает такое, что я вспоминаю какие-то детали. Либо я вспоминаю какие-то свои чувства. То есть я начинаю как бы ещё больше об этом думать, я узнаю какие-то новые штуки. Я начинаю лучше понимать сон, когда я кому-то там пересказываю, допустим, и начинаю делать какие-то выводы другие или что-то ещё. То есть это тоже довольно полезная и интересная штука на мой взгляд. Вот. Я анализирую это. Потом я постоянно занимаюсь рефлексией, то есть я постоянно... Я каждую секунду практически наблюдаю за собой, как бы, знаете, со стороны, возможно. Да, то есть как-то так ты в моменте и... Не знаю, короче, в любом случае я постоянно стараюсь анализировать, что я чувствую, почему я это чувствую, что, как, что, может быть, что-то поменять надо. Да, то есть может быть какую-то... Чем-то другим заняться или ещё что-то. То есть я пытаюсь всё это как-то анализировать, и получается так то, что, на мой взгляд, в совокупности вот эта вот штука, анализ снов и анализ реальности, он как раз-таки создаёт вот этот вот портал, грубо говоря, между снами и реальностью, и ты начинаешь действительно... Ну, у тебя появляются такие осознанные сны. На мой взгляд, достаточно, честно говоря, бессмысленно пытаться насильно как-то там запихнуть себя в осознанный сон, там осознать свой сон или что-то ещё. Есть всякие техники в интернете, которые я читала и даже, может быть, пробовала, что, типа, ну, самое простое и самое неэффективное это, типа, дать себе команду, дать своему мозгу команду, что вот когда мне будет там сниться что-то сегодня, да, я там должен осознать то, что я сплю, короче. Вот. Но мне кажется, что эта херня абсолютно не работает, по крайней мере, я что-то пробовала такое. И прикол в том, что мозг... Как бы мозг не видит разницы между фантазией и реальностью, с одной стороны. С другой стороны, мозг немножко всё-таки переключается между сном и реальностью, то есть для него это немножко разные платформы. И из-за этого, как бы, вот когда вот этого мостика самого нету, то абсолютно бесполезно. Для мозга реальность — это реальность. В реальности-то ты будешь помнить всегда то, что ты там хотел там осознанный сон увидеть. Но во снах у тебя будет совершенно другая реальность, грубо говоря. Ну, как мне кажется. Возможно, поэтому это и не работает. То есть твой мозг-то, он вроде как это всё помнит, но эта информация, она актуальна, и она работает только в реальности, в этой, а не во снах. Вот. Во-вторых, мне кажется, что это бесполезная штука. Почему? Потому что если ты не видишь осознанные сны, то ты, скорее всего, к ним не готов. То есть осознанный сон — это не просто какая-то приколюшка типа «О, я понимаю, что я во сне, я там чувствую там свои руки, своё тело, я пойду там руку в костер засуну», да? То есть осознанный сон — это не просто тупо понимать, что ты спишь. Это возможность, это способ лучшего понимания себя. То есть когда ты развиваешься, как-то ты идёшь по каким-то ступенькам духовного, астрально-ментального роста, я не знаю, и именно тогда тебе начинают сниться осознанные сны. Но если ты ещё не понимаешь, почему тебе снятся какие-то обычные вещи, либо ты не понимаешь, почему что-то происходит в твоей реальности, ты не знаешь, чего ты хочешь, ты не знаешь своих страхов, ты не разбираешься в себе, то какой, на кой чёрт тебе осознанные сны? То есть это уровень выше, а ты ещё даже с этим не разобрался. Поэтому я считаю то, что это как бы не имеет смысла. Поэтому если ты хочешь действительно иметь осознанные сны, то для начала нужно разобраться с какой-то реальностью, понимать, анализировать, постоянно думать, пытаться разобраться, пытаться копаться в себе и иногда даже столкнуться с чем-то неприятным, вроде каких-то страхов, вроде каких-то сомнений, вроде чего-то такого. И тогда, да, со временем, возможно, начнут проявляться какие-то такие прикольные штучки во снах, но самое главное, ты будешь это понимать. И осознанность — это не просто, когда ты понимаешь то, что ты находишься здесь. Осознанность — это наблюдение. Наблюдение, в первую очередь, за самим собой. Когда ты видишь какую-то эмоцию, какое-то чувство, допустим, страха во сне там или в реальности, и ты понимаешь, почему ты чувствуешь этот страх. Ты копаешься в себе, ты находишь какие-то интересные штуки, и прикол в том, что этот страх есть, он как бы твой, но в то же время ты как бы смотришь на это со стороны, то есть ты не дико привязан к этому страху, и этот страх не сковывает тебя полностью, он... ты всё равно можешь за ним наблюдать, и ты можешь спокойно идти по какой-то логической цепочке, то есть что, почему, из-за чего произошло, да, из-за чего я там чувствую страх, что-то ещё. Вот. И вот это и есть осознанность. То есть это не просто, когда я там знаю то, что вот я знаю, что я снимаю видео, но это может быть и неосознанным, это может быть и просто, не знаю, набором случайных каких-то штук, которые произошли со мной. Вот я там что-то делала, сейчас я снимаю видео, да, и как бы это абсолютно ничего может не давать мне. Поэтому вот такие вот мысли мне по этому поводу, собственно. Если вам интересно было это видео, дайте мне знать как-нибудь, я не знаю, поставьте лайк там или напишите комментарий. Напишите в комментариях, были ли у вас какие-то осознанные сны. Ну, если хотите, можете рассказать. Если вам не жалко, если вам не как-то страшно там рассказывать какие-то такие штуки, потому что, ну, на мой взгляд, они немножко всё-таки личные. Если вам интересна тема снов или чего-то подобного, то же дайте мне знать, потому что мне эта тема интересна. Возможно, я бы поснимала ещё какие-то видео на эту тему. Но, честно говоря, не знаю, какие. Я не хочу просто тупо там рассказывать свои сны или ещё что-то, потому что это какой-то бред, по-моему. Я пока что не знаю, что ещё можно сказать по этому поводу просто. Вот. Как-то так. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok